В рамках антинаркотической акции, прошедшей в Барвихинской школе, провели тематический конкурс для учащихся. В своих рисунках ребята постарались отобразить собственное видение проблемы наркотиков. Если мы будем много рассказывать о том, какие уголовные статьи и всякие наказания, я не думаю, что мы добьемся такого большого результата. Мне кажется, это мое такое мнение, что об этом нужно разговаривать, об этом нужно разговаривать примерно, предметно и как можно больше. Сотрудники УМВД по Одинцовскому городскому округу провели с учащимися воспитательную беседу, а затем юные художники представили свои работы. София учится в девятом классе, говорит, что всегда любила рисовать, но заниматься в кружке начала всего год назад. Свой рисунок она выполнила в необычной стилистике советского плаката. Я решила принять счастье в этом конкурсе, потому что я хотела донести своим рисункам необходимости вести здоровый образ жизни. Я считаю, что принимать наркотические вещества, вне зависимости от того, какая бы ситуация в вашей жизни не сложилась, это не является выходом из нее. Родители инициативу проведения акции поддержали. Уверены, что такие мероприятия сегодня необходимы. И не только детям, но и родителям. Очень многие родители, им некогда заниматься детьми, они работают. И некоторые родители вообще даже не в курсе, что происходит. А здесь, когда будут такие беседы, хотя бы родитель будет знать, что на самом деле происходит в школах, вокруг его ребенка, на улице. Я думаю, что это было бы здорово, если бы у нас проходили такие беседы с родителями. После школьного этапа лучшие рисунки были отобраны для участия уже во всероссийской акции «Спасем жизнь вместе». Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».